Магамед Абдулаев самый молодой учитель этой школы, ему всего 22 года. После окончания ДГУ решил вернуться в родное село и помочь своей школе. По специальности инженер-энергетик. По этой сфере тоже были предложения, но я решил помочь своему родному селу, потому что есть острая нехватка преподателей. И ушел наш учитель физики, Пеллигин Сталехович, и я пришел его заменить. В Кульзепской школе обучается порядка 300 человек. Магамед преподает физику. Под его ответственностью все классы, начиная с 7 по 11. Самое тяжелое, скорее всего, в психологическом плане, то, что нужно себя воздерживать и нужно с детьми работать правильно. Не нужно показываться эмоции, если они какие-то у тебя есть. Нужно аккуратно работать с детьми. Это, я думаю, самое главное. И, конечно же, чтобы дети получали качественное образование и нужно самому быть на уровне. Преподавать в родной школе начал только в этом году. Но здесь его знает практически каждый. Им довольны как ученики, так и учителя, которые в свое время воспитывали будущего специалиста с первого класса. Это один из любимейших моих учеников. Прекрасный студент был он. Хорошие отзывы мы получили. Очень спокойный, уравновешенный. Адекватно реагирует и на поведение детей. И с детьми ладит. И уважителен к старшим. Мне нравится с ним работать. С ним комфортно работать. То есть, он справедливо оценивает и хорошо объясняет. Принять решение преподавать в селе также помогла помощь государства, признается Магомед. Правительство по программе «Земский учитель» выделило молодому специалисту 1 миллион рублей. Очень важную роль сыграла сама программа «Земский учитель». И она помогает молодым, не только молодым специалистам. Там до 55 лет можно подавать заявку. Но это очень большой скачок в плане педагогики. И качество образования повышается. По программе «Земский учитель» Магомед проработает преподавателем в селе как минимум 5 лет. Хочется верить, что Магомед так и останется учителем в этой школе. И ему, как и многим другим, не придется уезжать за пределы села и республики в поиске достойного заработка.